привет друзья с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня я вам предлагаю приготовить вместе пирог с вишней для приготовления пирога мне понадобится конечно же вишня вишня можно заменить другими фруктами или ягодами например сливами абрикосами персиками нектаринами также мне понадобится мука сливочное масло крахмал 2 яйца сметана сахарная пудра коричневый сахар сахар и здесь у меня ванильный сахар разрыхлитель щепотка соли и ликер можно добавить кирш у меня кирш или вишневый ликер но это пожила полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео я буду использовать формочку диаметром 22 сантиметра сначала я займусь вишней вот таким образом с помощью вот такой трубочки удаляю косточки это по желанию если вы не хотите удалять косточки то можно оставить так с лишней разобралась теперь буду замешивать тесто в елкость с высокими краями выкладываю сливочное масло к маслу добавляю сахар и ванильный сахар сначала немного перетираю масло с сахаром ложкой и затем буду взбивать миксером взбиваю миксером сахар с маслом до посветления масса должна стать кремовой к маслу добавляю яйца еще немного взбиваю добавляю сметану у меня сметана 30 процентной жирности можно взять сметану любой жирности либо заменить сметану кефиром или йогуртом или даже можно заменить ее жирными сливками и еще немного взбиваю теперь замешиваем сухие ингредиенты муку я предварительно просеяла добавляю щепотку соли и разрыхлитель и хорошо перемешиваю добавляю кирш и частями буду добавлять муку и перемешивать венчиком добавляю следующую часть муки и продолжаем перемешивать и добавляю оставшуюся часть муки вот такое по консистенции должно у вас получится тесто не слишком густой или не жидкая тесто которое сделано на сметане и сливочном масле получается очень очень вкусная я недавно готовила абрикосовый пирог на таком тесте получилось очень очень вкусно очень вам рекомендую попробовать приготовить такое тесто такое тесто подходит к любым фруктам и ягодам вишня у нас уже подготовлена сейчас я в нее добавляю крахмал и немного перемешиваю дно формочки я смажу сливочным маслом и присыплю коричневым сахаром чтобы получилась карамелизированная корочка тесто визуально делю на две части сначала буду выкладывать одну половину сверху выкладывать вишню и затем выкладывать вторую половину и тоже буду выкладывать вишню тесто аккуратно разравниваем по формочке у меня формочка диаметром 22 сантиметра это количество ингредиентов рассчитано примерно на формочку 18 22 сантиметра но не больше сверху выкладываю вишню выкладываю вторую часть теста духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов и сверху выкладываю оставшуюся вишню у меня ушло 400 грамм вишни в общей сложности вот такая красивая заготовка пирога у нас получилось и сейчас отправляю выпекаться пирог ориентировочно на 40 45 минут 180 градусов готовность будем проверять деревянной шпажкой пирог у меня выпекался 45 минут он хорошо поднял проверяем деревянной шпажкой пашка сухая значит пирог готовим немного прагу остыть затем будем с помощью двух тарелок доставать его из формы пирог получился очень пышный ароматный и очень вкусные посмотрите как он смотрится в разрезе надеюсь этот рецепт и видео вам понравились ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите мне свои комментарии а я всем желаю приятного аппетита удачной выпечки и до новых встреч пока 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 пока